МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Центром спортивной жизни Оренбуржья на этой неделе стал Гайский городской округ, где прошел традиционный 18-й по счету фестиваль рабочего спорта. В нашей области ежегодно проводятся два десятка комплексных спортивных мероприятий. И рабочий фестиваль памяти Виктора Черномырзина относится к самым крупным. Соревнуются команды восьми городов. На первом этапе отбора трудовые коллективы определяют самых спортивных на своем предприятии. Затем состязания проходят на городском уровне. И сильнейшие составляют сборные муниципалитета. Раз в два года выбирается хозяин финального этапа, где проходят масштабные церемонии открытия и соревнования по различным видам спорта. Сейчас из-за сложной эпидемической ситуации торжественное открытие не проводилось. Но гайчане сумели организовать эстафету Олимпийского огня и праздничный концерт. Предоставили для турниров все свои спортивные арены. С соблюдением необходимых мер санитарной безопасности. Желаю спортсменам хорошего настроения, чтобы этот праздник у них прошел на хорошем уровне. И желаю честной и справедливой борьбы. Соревнования проводились по десяти видам спорта. Один из них, спортивный туризм, состоялся ранее. Впервые в программу фестиваля включены плавание и соревнования семейных команд. Прошли турниры в мужском и женском волейболе, в футболе, гиревом и бильярдном спорте, шахматах и настольном теннисе. С 14 лет начал заниматься. Это получается с 96-го года. До сих пор поддерживаю, играю. Отец с детства учил. А профессионально мы не занимались так чисто любительски. Настроение какое? Отлично. По итогам трех дней соревнований титул действующего чемпиона защитила сборная Оренбурга, заняв первые места в обоих видах волейбола, теннисе, плавании, бильярде, шахматах и туризме. Самые спортивные семейные команды и самые сильные гиревики оказались в Бузулуке. А футбольный турнир выиграли бугурусланцы. Хозяева, гайчане, трижды попали в призы и выиграли общий зачет среди малых городов. В завершение турнира состоялась церемония награждения и огонь соревнований потушила маскот 18-го фестиваля Лиса Василиса. В Ханты-Мансийске завершается чемпионат мира по бильярдному спорту. Участники, среди которых и оренбуржцы, выявляют сильнейших в самой популярной разновидности русского бильярда – свободной пирамиде. В мужской сетке 58 участников из 19 стран. Состав сильнейший и плотность результатов высокая. Что до наших, не так давно возобновивший активные выступления двукратный чемпион мира Павел Михавов остановился в одной 16-й финала, проиграв Данилову из Ханты-Мансийска, который стал настоящим открытием турнира. Действующий лидер оренбургского бильярда Олег Яркулев после упорнейшего стартового поединка с Варданяном из Армении уверенно справился с Севастьяновым, представляющим Финляндию. Следом победил казанца Кочкина, а в одной восьмой финала довольно неожиданно проиграл белорусу Чижову и завершил выступление. У женщин под первым номером посеяна выступающая за Оренбург многократная чемпионка мира Диана Миронова. В ходе турнира она просто громила соперниц, а серьезное сопротивление впервые испытала сегодня в полуфинале с белорусской Перепечаевой. Уступая 1-2, Диана взяла 5 партий подряд, 4 из них в сухую. И теперь в финале сразится со своей самой принципиальной соперницей Элиной Нагулой. Между турами чемпионата футбольной национальной лиги состоялись матчи Кубка России. Оренбург стартовал в турнире с выездной победы. Сейчас в Кубке проводится так называемый элитный раунд. 11 групп, в каждой по одному представителю из трех лиг российского футбола. Оренбуржцы играли в Ставрополе с выступающими в ПФЛ динамовцами. В кубковых матчах младшие по классу очень часто преподносят неприятные сюрпризы фаворитам. Вот и сейчас южане на родном поле начали активно и в середине первого тайма открыли счет. Но еще до перерыва гости забили два гола. Сначала впервые за Оренбург отличился Сычевой. Затем красивейший удар из-за предела в штрафной удался Эктову. В концовке встречи Диало также открыл свой лицевой счет и установил окончательный результат 3-1. Оренбург возглавил группу. Играли сегодня молодые, как Илья Ворубьев, Титков, Миронов, Давид Билловский, Женя. Были игроки, которые 20-21 лет. И они забирают этот опыт. В следующем матче Кубка Оренбуржцы сыграют с другими динамовцами, московскими. Лидеры РПЛ примем в конце октября. Сегодня в Кемерове открывается чемпионат страны по боксу. Оренбуржьи на турнире будут представлять 6 спортсменов. Зобнин, Муцелханов, Бакиров, Осипов, Гараев и Нурланов. Солидное представительство даже в отсутствии лидера Мамедова, который только восстанавливается после Олимпиады. Чемпионат будет проходить в течение недели. Болеем за наших. Это были новости спорта. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин